Перед фазой падения происходит значительный разгон инфляции, и в этом случае вы смотрите на эффективные процентные ставки, то есть сколько вы заработаете. То есть что значит бежать от риска? Они начинают бежать из рисковых активов, они начинают бежать с развивающихся стран, они уходят с рынка сырьевых товаров. Мы растем, когда все хорошо, то в этом случае капитал идет туда, где он может получить более высокую норму прибыли. Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я приветствую вас на канале MaxCapital, и в сегодняшнем видео мы говорим на такую тему, как доллар и евро. Что влияет на валютные курсы, как один зависит от другого и наоборот, и каким образом это оказывает непосредственно воздействие на нашу национальную валюту, российские рубли. Обязательно досмотрите данное видео до конца, чтобы понимать взаимозависимость движения валютных пар. Что на это в основном влияет? Конечно же я не расскажу вам о всех тонкостях, что влияет, но основные параметры, на которые стоит обращать внимание, вы обязательно в этом видео увидите. Взаимосвязь евро и доллара. То есть о чем здесь имеет смысл говорить? О том, что это национальные валюты, зоны евро, зоны Америки. И когда мы говорим про зависимость доллара и евро, то, как правило, люди задаются вопросом, как это влияет непосредственно на рубль. Поэтому логично, что в данном видео мы будем все-таки привязываться непосредственно как к рублю, так и к непосредственно валютам. Давайте начнем со второго. То есть мы сейчас будем смотреть не применительно к рублю, а мы будем смотреть применительно взаимосвязь доллар и евро. То есть когда укрепляется доллар, когда укрепляется евро, какие причины на это влияют? И здесь нужно понимать, в первую очередь, ключевым моментом является то, что в какой фазе кредитного цикла находится глобальная мировая экономика. Находится ли она в фазе роста или находится в фазе падения? Почему это важно? Потому что, как правило, когда экономика находится в падающей фазе краткосрочного кредитного цикла, он характеризуется тем, что снижается покупательская активность населения. Как правило, она характеризуется тем, что перед фазой падения происходит значительный разгон инфляции. Центральные банки вынуждены на это реагировать. Соответственно, реагируют они на рост инфляции, повышение процентных ставок. Здесь очень показательно может быть, то есть здесь как раз-таки влияет вопрос ликвидности, который есть на финансовых рынках. То есть если процентные ставки в Соединенных Штатах Америки выше, а в Европе меньше, то в этом случае получается, что вы можете как частный инвестор или как крупный капиталист, у вас есть инфраструктура развитая, и вы по мгновению волшебной палочки или нажатием кнопки на компьютере, вы можете перевести свои активы из зоны евро в зону долларов. И в этом случае вы смотрите на эффективные процентные ставки, то есть сколько вы заработаете. Если мы берем текущую ситуацию, процентные ставки в Европе находятся на нулевых и даже отрицательных значениях. При этом в Америке они тоже очень близки к нулевым, но все-таки они имеют положительную разницу. То есть вы как минимум зарабатываете, а в Европе за то, что вы вкладываете деньги, вы еще и платите за это. И, конечно же, в такой ситуации получается предпочтительно для капиталиста разместить денежные средства непосредственно в Америке, в Соединенных Штатах. Это приводит к тому, что происходит продажа, распродажа активов европейских, это и акции, это и облигации. Евро конвертируется в доллары, возникает значительный спрос на доллары, и эти доллары, соответственно, выводятся из еврозоны и привозятся непосредственно в Америку. И таким образом причина просто более высокая доходность, как минимум положительная, если мы говорим о текущем состоянии дел. Второй момент, когда мы говорим о ситуации 2020 года, многие мировые центральные банки предоставили беспрецедентные объемы ликвидности, по сути, просто напечатали, напечатали валюту. Это делала и Федеральная резервная система США, в Америке это делал Европейский центральный банк. И здесь тоже немаловажным фактором является на то, как много этих денег напечатано и как быстро печатаются эти денежные средства. И мы увидели тенденцию 2020 года после апреля месяца, когда в очень короткий промежуток времени Федеральной резервной системой США было напечатано 1,5 трлн долларов за месяц. Буквально за один месяц было напечатано много денег, денежная масса увеличилась. Это приводит к росту инфляционных ожиданий. Рост инфляционных ожиданий, в свою очередь, приводит к росту ожиданий того, что процентные ставки в Америке будут повышаться. И в этом случае происходит, что пока Европейский центробанк на это точно так же соизмеримо не отреагировал, в моменте инвестор понимает, долларов будет много, покупательская способность долларов будет обесцениваться. И пока что Европейский центробанк на это не отреагировал таким же объемом напечатанных евро только, то я в этот момент буду находиться непосредственно в еврозоне, несмотря на отрицательную доходность. И мы действительно можем посмотреть на графики. Вот мы можем видеть сейчас на графике, что начиная с 11 марта 2020 года Федеральная резервная система США начала печатать деньги, доллары. То есть мы видим, какой резкий всплеск. То есть через месяц уже напечатано порядка 2 трлн долларов. Еще в следующие полтора месяца напечатано еще 2 трлн. А Европейский центробанк, это красный график, он, соответственно, отстает. Если мы посмотрим в этот же самый промежуток времени, каким образом вела себя валютная пара доллар и евро, то мы можем увидеть в этом случае, что евро чувствовал себя более комфортно. То есть евро начал укрепляться по отношению к доллару, потому что просто элементарное количество долларов в моменте стало больше, чем тех же самых евро в моменте. Но в дальнейшем Европейский центробанк не стал отставать от американского центрального банка. И, соответственно, начал догонять по мере своих монетарных стимулов. Первое, на что стоит обращать внимание, если вы хотите глобально отслеживать тенденцию, что происходит в первую очередь с долларом, каким образом он себя ведет. Это вопрос предоставления ликвидности и непосредственно долларовой ликвидности. Насколько быстро печатаются денежные средства, насколько много печатаются денежные средства. И мы специально для этого оставим ссылочку под видео, где это можно отслеживать. Активы на балансе Федеральной резервной системы США, то есть это как много печатаются доллары. И второе, это активы на балансе Европейского центрального банка, то есть как Европейский центробанк в этом случае печатает. Вторым немаловажным фактором является, как я уже упоминал, это вопрос кризиса мировой экономики. Растет она или падает? И тут нужно понимать, что когда экономика начинает снижаться, схлопываться, то в этом случае инвесторы начинают бежать от риска. То есть что значит бежать от риска? Они начинают бежать из рисковых активов, они начинают бежать с развивающихся стран, они уходят с рынка сырьевых товаров. И в этом случае что происходит? Происходит, что, допустим, на примере России, каким образом мы можем это увидеть, что когда экономика в растущей фазе, значит кредит доступный, процентные ставки достаточно низкие. И в этом случае, ну то есть инфляция еще не произошла, процент не увеличился, и в этом случае проценты низкие. И за пользование деньгами вам не так много платить, в абсолюте получается. И вы можете рисковать. Соответственно, зачем вам, если у вас очень дешевый кредит, вы пойдете там, где может быть риск. Да, вы понимаете, что вы там можете потерять, но тем не менее вы там можете заработать более высокую доходность. Поэтому в фазе растущего кредитного цикла, в фазе роста долгосрочного кредитного цикла, мы видим, что развивающиеся страны, такие как Китай, допустим Индонезия, та же самая, они растут более активно. К чему это приводит? Это приводит к тому, что дешевые деньги, которые доллары или евро занимаются в Америке, занимаются в Европе, эти доллары и евро приезжают, условно, опять-таки мы говорим приезжают, приезжают на развивающиеся рынки. Там продаются, покупается национальная валюта, то есть доллары или евро привозятся на развивающиеся рынки, конвертируются в национальную валюту и за эту национальную валюту покупаются активы на развивающихся рынках. Пример. Заняли в Америке под низкий процент доллары, доллары привезли условно в Китай, в Китае продали доллары, получили юани и в юанях проинвестировали в акции китайских компаний. Таким образом это выглядит. К чему это приводит? В моменте это приводит к тому, что валюты развивающихся стран начинают пользоваться спросом, потому что экономики этих развивающихся стран представляют интерес для глобальных капиталистов. Активы более привлекательные, сопряжено с риском инвестирования, но из-за того, что это развивающиеся экономики, из-за того, что это низкая база, откуда нужно непосредственно расти. Соответственно это приводит к тому, что валюты развивающихся стран начинают укрепляться по отношению к доллару. То есть когда мы растем, когда все хорошо, то в этом случае капитал идет туда, где он может получить более высокую норму прибыли. И получить он это может через покупку валют развивающихся стран. Вот этот фактор необходимо учитывать, в какой фазе кредитного цикла находится экономика, падение или рост. Максим, а рубль это валюты развивающиеся страны? Россия относится к развивающимся странам, то есть если взять индекс имиджен-маркетс развивающихся стран, то Россия именно относится. В свое время даже была введена такая аббревиатура BRICS, Бразилия, Россия, Индия, Китай, которая определяла основные развивающиеся экономики. Поэтому российская валюта является как раз таки развивающейся, относится к валютам развивающихся стран. Завершая вопрос прямой взаимосвязи доллара и евро, нужно понимать, что в период, когда происходит кризис, то крупным хедж-фондам, крупным игрокам, пенсионным фондам, страховым компаниям, им очень важен вопрос ликвидности. Потому что в период кризиса обывателю, обычному частному инвестору, с каким бы значительным капиталом он не был, но опять-таки, если мы не берем капитал более 30-50 миллиардов долларов, таких людей единицы даже во всем мире, которые обладают таким капиталом. Поэтому для крупных игроков, которые оперируют подобными суммами, им важен вопрос ликвидности. И то, о чем сейчас многие говорят, что растут инфляционные ожидания в Соединенных Штатах Америки, что инфляция будет расти, что процентная ставка будет повышаться, что долларов напечатано очень много. И в этом случае доллар обесценится. Я здесь могу сказать одно, что когда будет развиваться глобальный кризис, когда будет бегство от риска, когда ограничится ликвидность долларовая, как таковая, первым делом, что будет расти, это будет распродажа всех рисковых активов. Сюда попадут даже и золото, и сырьевые товары, и акции. И по одной простой причине. Потому что в периоды кризиса самое важное, самое необходимое, что только может быть, это вопрос наиболее ликвидного актива. Что значит наиболее ликвидный актив? Это когда вы по сути, опять-таки, только по щелчку, вам необходимо получить 50, 100, 200, 300 миллиардов долларов. Соответственно, если вы смотрите на актив какой-нибудь даже развивающихся стран, не знаю, акции Сбербанка или акции Газпрома, если у вас позиция в акции Газпрома, я не знаю, на 5 миллиардов долларов, то есть вы не сможете ее по щелчку реализовать. И поэтому, как раз-таки, когда происходит ожидание глобальной рецессии, ожидание падения глобальной экономики, то в этом случае мы и видим, что умные деньги, смарт-мани, они, как правило, или находятся в кэше, или находятся в кэше-эквивалентсе, это так называемые T-билд с облигацией казначейства США, краткосрочные до года. По сути, приравненные к долларовому эквиваленту. И поэтому нужно понимать, что когда будут расти ожидания вот этой вот глобальной рецессии, то первым делом, что у нас будет происходить, это первым делом будет расти непосредственно доллар. Максим, а как связан евро и доллар с рублем? Очень хороший вопрос, и здесь, отвечая на него, нужно понимать, что в любом случае первая взаимосвязимость, это вот именно внешний фактор. Внешние факторы связаны с глобальной ситуацией в мировой экономике. Здесь, наверное, уже больше останавливаться смысла нет. Мы понимаем, что если начинаются распродажи, первым делом будет расти доллар ко всем мировым валютам. Цены на сырьевые товары в большинстве своем номинированы в долларах. Поэтому, если доллар будет укрепляться, цены на сырьевые товары будут снижаться. Снижение цен на сырьевые товары приведет к тому, что рубль, который, по сути, является сырьевой валютой, то в этом случае мы что видим? Укрепление доллара глобальное, потому что требуется ликвидность. Цены на нефть, номинированные в долларах, начинают снижаться, потому что доллар становится более крепкий. Цены на нефть начинают снижаться. И через снижение цен на нефть, через снижение цен на сырьевые товары происходит и падение, ослабление рубля непосредственно. Поэтому вот это первый фактор, который влияет, это вот такая глобальная ситуация, которая влияет на рубль, в принципе, глобальная сила доллара и евро в период паники, ликвидности, кризиса. Вторым фактором является сугубо российская специфика. Здесь можно выделить, наверное, три ключевых параметра, три ключевых составляющих. Это первое, мы пойдем от более прогнозируемого параметра к менее прогнозируемому параметру. То есть первый прогнозируемый параметр это когда так называемые операции carry trade. Я не буду в данном видео более подробно останавливаться на операциях carry trade и напишите, пожалуйста, комментарий под данным видео, требуется ли записать отдельное видео по этому вопросу. Но само по себе понятие carry trade это, что называется, игра на разнице процентных ставок. Когда у вас процентные ставки в Америке, допустим, 0,5%, а в России у вас процентные ставки 5%, как сейчас, то в этом случае у вас возникает возможность зарабатывать. То есть вам выгоднее занять доллары под низкую процентную ставку, эти доллары привезти в Россию, разместить под более высокую процентную ставку. Когда такая ситуация возникает, то возникает спрос непосредственно на рубли. И может возникнуть ситуация, когда рубль укрепляется, как мы видели в 2015-2016 году. Как раз таки основная причина укрепления рубля в этот промежуток времени заключалась в том, что у нас был большой объем операций carry trade, которые фактически позволяли с каждых 100 кредитных долларов, то есть это даже не ваши доллары были, вы могли просто в кредит взять 100 долларов, привезти в Россию, из каждых привлеченных по кредиту 100 долларов вы могли заработать 20 долларов чистой прибыли. Но еще раз, оставляйте комментарии, я думаю, что это отдельное видео с примерами, с графиками, как непосредственно это работало. То есть, что здесь нужно понимать, насколько привлекательна в настоящий момент операция carry trade. И это разница процентных ставок в Америке, Европе и в России. Чем выше процентные ставки, допустим, в России и ниже в других странах, тем более привлекательна операция carry trade. И это приводит в первую очередь к укреплению национальной валюты или укреплению той валюты, где процентные ставки более высокие. Соответственно, вторым фактором, который влияет непосредственно на курс рубля и доллара, это и являются геополитические риски, санкционная риторика, которая может быть в отношении России. И если говорить о текущем состоянии вещей, то стоимость так называемого геополитического риска, то есть те санкции, которые сейчас наложены на Россию, которые, возможно, могут быть еще введены дополнительно, то в настоящий момент эта премия составляет порядка 5-8 рублей к текущему курсу. То есть если мы говорим о том, что курс доллара составляет 75, если бы у нас отсутствовали вот эти вот геополитические санкционные риски, то курс был бы, опять-таки, я говорю, на 5-8 долларов меньше, и мы бы находились в диапазоне где-то в районе 68-70 рублей. Опять-таки при текущих ценах на нефть. И третий фактор, соответственно, который влияет на, локально влияет на курс рубля, это вопрос с ростом самой российской экономики. То есть российская экономика является преимущественно сырьевой. И здесь получается, что в ситуации, когда другая экономика не растет, ну, допустим, как ситуация с COVID или, в принципе, с 2014 года, российские темпы роста российской экономики очень серьезно отстают от мировой экономики. И в этом случае очень много чего государство берет, финансирует за счет национальных проектов, социальных расходов, которые увеличиваются, увеличение заработной платы бюджетникам, пенсионерам. То есть, получается, государство само стимулирует непосредственно потребление, поддерживает население, и поддерживает, опять-таки, из фонда национального благосостояния, из доходов, которые оно получает. А опять-таки я же говорю, что основная часть доходов, на самом деле, по оценкам различных экономистов, до 75-80% дохода, которые получают, это сырьевые компании. И почему тогда происходит укрепление доллара? Потому что, когда у вас экономика не растет, вам нужно пополнять бюджет. То есть, у вас компании не зарабатывают. Ну, то есть, другая сфера, не сырьевая сфера, она не зарабатывает. То есть, население менее активное, потребление осуществляется меньшее, компании не зарабатывают, налоги не платят, поступления в бюджет нет. Вам эти поступления нужно каким-то образом нивелировать. Каким образом вы можете нивелировать? Если вы плавненько будете девальвировать рубль, то в этом случае получается, что вы увеличиваете размер налогооблагаемой базы сырьевых компаний. То есть, когда бочка нефти стоила, условно, 30 долларов за баррель, курс рубль-доллар был там в районе, опять я говорю, условно, 50 рублей, то получается 50 умножить на 30, получается, что бочка нефти стоила в рублях 1500. И у вас, получается, налогооблагаемая база была с 1500 рублей. Я очень образно это говорю, чтобы было понятно. С 1500 рублей взымались налоги. Когда у вас бочка нефти стоит 70 долларов за баррель, а курс доллара составляет 75, то в этом случае мы понимаем, что бочка в рублях стоит больше 5000 рублей. Почувствуйте, что называется разница. В первом случае налогооблагаемая база, налоги брались, даже пусть это будет единая ставка, с 1500 рублей. Во втором случае у вас налоги берутся с 5000 рублей. В принципе, без разницы. Поэтому мы и видим, что в условиях, когда экономика не растет, нужно проводить какие-то непопулярные реформы, в принципе, проще плавненько, незаметненько девальвировать рубль, чтобы он плавно непосредственно укреплялся. И поэтому получается, что вот наряду с внешними факторами, которые опять-таки говорят о глобальной инфляции, о привлекательности операции к эритрей, то, в какой фазе кредитного цикла находится экономика, это само по себе укрепление долларов или евро в мире происходит. И есть узкоспециализированные факторы, которые влияют внутри России. Растет у нас экономика или не растет? Присутствует ли геополитическая напряженность с санкционной риторикой, и как, в принципе, себя ведет Россия на внешней политической арене? Итак, резюмирую. Если мы говорим о факторах внутренних, которые влияют непосредственно на рубль, это первый фактор, связанный в первую очередь с ценами на нефть. Второй фактор – это вопрос геополитической напряженности и поведения России на политической арене мира, и риски введения санкций в отношении ее, и как долго эти санкции сохранятся. И третий момент – это вопрос необходимости наполнения бюджета рублевыми доходами, который как раз-таки приводит к тому, что сама экономика российская не растет, бюджет нужно пополнять. Пополняется он за счет того, что цены на сырье в рублях просто начинают стоить дороже. Важно, чтобы цена на сырьевые товары стоила просто в рублях дороже. Увеличивается размер налогоблагаемой базы, и бюджет в рублях получает от этого больше. Дополнительными факторами, которые уже не являются стоимостью ключевыми, но являются непосредственно локальными, которые тоже могут оказать такое незначительное влияние на укрепление или падение рубля – это весна, как правило, сезон дивидендных выплат, когда у нас происходит. Российские компании выплачивают дивиденды в рублях, самые щедрые дивиденды выплачивают компании-экспортеры, и поэтому, получается, они продают весной валютную выручку для того, чтобы выплатить дивиденды в рублях. Дивиденды поступают в июне-июле месяце, и в конце июля-начале августа у нас происходит наоборот. То есть инвесторы получили дивиденды в рублях, и происходит обратная конвертация этих дивидендов в валюту непосредственно. Но также летом дополнительным фактором до ковида у нас была ситуация, связанная с тем, что российские граждане ездили за граничные отпуска, начинался сезон отпусков, и возникал некий такой локальный спрос российских граждан на валюту для того, чтобы рассчитаться ее где-нибудь за рубежом. Вот основные факторы, которые влияют на курс рубля. Естественно, факторов на самом деле гораздо больше. В рамках этого видео все раскрыть невозможно. Максим, скажите, пожалуйста, какую валюту лучше покупать, чтобы хранить деньги? Очень хороший вопрос. Злата, за это отдельное спасибо, потому что это самый частый вопрос, который приходится слышать от консервативных инвесторов. Максим, скажи, в какой валюте непосредственно держать денежные средства? Факторы, которые влияют на движение валют развивающихся стран, развитых стран, количество этих факторов, оно просто огромное. То есть здесь и монетарная политика центральных банков, и ситуация по поводу кредитного цикла, в какой стадии находится экономика. Паника, не паника на рынке. И количество этих факторов столь огромное, что предсказать их невозможно. Когда человек начинает задавать вопрос, в какой валюте держать, то есть что подсознательно человек хочет получить? Он хочет свой капитал, положить какую-то одну валюту, но по сути он хочет заработать. То есть он хочет купить доллары по 30 и продать их по 60. Моя практика показывает, что это удается единицам, и в этом случае я говорю, ребят, вы можете угадать, причем вероятность того, что вы угадаете 50%, можете не угадать, и вероятность того, что вы не угадаете, тоже составляет 50%. То есть когда вы, вам прямо сейчас нужно принять решение, вы в будущем не знаете, какие факторы будут влиять. И в этом случае у вас есть вероятность 50% уйти с выигрышем, и вероятность 50% потерять денежные средства. Я говорю, зачем вы принимаете такое решение? То есть я лично для себя принимаю решение, что мне важно сохранить покупательскую способность денег. Когда я разделяю свой капитал 50 на 50, половина в валюте, половина в рублях, то что я таким образом получаю? Так как я не знаю, что произойдет дальше, у нас получаются некие такие равновешенные весы. Условно, напечатали еще деньги. Опять-таки эйфория. Инфляционные ожидания, цены на сырьевые товары начинают расти. Соответственно, доллар начинает ослабевать, рубль начинает укрепляться. То есть в долларах я начинаю терять, но рубли сами по себе, они начинают непосредственно расти. И это приводит механизм в равновесие. То есть абсолютная покупательская способность денег у меня постоянно сохраняется. Произошел кризис. Я не знаю, в Китае что-то произошло, или война началась где-нибудь в Крисийском Аталии. Ну, не знаю, то есть какие-то непредвиденные события, что резко возрос спрос на доллары. В этом случае получается, что доллары начинают расти, часть рублей, соответственно, начинает проседать. И поэтому рецепт давно дан. Его называл и Гуриев Сергей. Его не единожды прописывал этот рецепт Герман Греф, когда, в принципе, говорится о том, что распределите по трем валютам, наиболее ликвидным. Можно, в принципе, в качестве консервативных добавлять швейцарский франк. Это рубли, доллары, евро. Там швейцарские франки, может быть, дополнительные. Вы просто получаете взвешенный портфель. То есть вам без разницы, вы убираете для себя основной фактор риска, неопределенность. То есть вне зависимости от того, да, что-то упадет, но что-то пропорционально вырастет. Потому что финансовая система, вопрос ликвидности, это как принцип сообщающихся сосудов. То есть если где-то растет, то где-то бывает. А фактически человек, который говорит, я хочу только доллары купить или мне в рублях хранить, вы динамику вот в этих сообщающихся сосудах, то есть давление, атмосферный столб, который выравнивают, у вас в этом случае нет. То есть вы как будто бы берете их и в пробирку, под завязку заполняете ее рублями, и у вас противовеса никакого нету. В случае, если произойдет увеличение этого давления, то его непосредственно нет. И зачем это делать, да? Потому что спокойствие, вот запомните для себя, пусть у вас будет вот этот принцип трех сообщающихся сосудов. И вам в принципе становится все равно, что завтра произойдет. Кризис будет или будет все хорошо? Инвестируйте в трех основных ликвидных валютах, которые имеются, и будет вам счастье. Спокойный сон. Формировать инвестиционный портфель стоит на основе этих же самых принципов. Итак, я надеюсь, что данное видео было вам полезно. Если оно понравилось, то поставьте лайк, подписывайтесь на канал, щелкайте на колокольчик, чтобы получать уведомления на новых видео. Обязательно оставляйте комментарии, они для нас очень важны, являются стимулом составлять, записывать новые видео. Именно ваши комментарии дают основу для того, чтобы канал продолжал жить и был интересным и полезным для вас. На связи был Максим Петров, до свидания и удачи!